Доброе утро! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут поговорим о главных событиях Алтайского края. Банковских мошенников задержали следователей края. По данным правоохранителей, их незаконный доход составил более 2 миллионов рублей. По предварительным данным следствия, несколько жителей города Барнаула в период с 2016 года по настоящее время под видом предпринимательской деятельности осуществляли обналичивание денежных средств без специальной лицензии через подконтрольные коммерческие организации. Незаконный доход от противоправной деятельности составил более 2 миллионов 250 тысяч рублей. В задержании участвовали сотрудники Следственного комитета России и Росгвардии. В результате обыска по месту работы и проживания изъяли наличные денежные средства 16 миллионов рублей. В настоящее время расследование продолжается. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения». Предприниматели края могут получить займы на льготных условиях. Поставки, которые в два раза меньше ключевой. Это стало возможно в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальных предпринимателей. Подробности в нашем следующем сюжете. Пять лет назад Татьяна Войтенко открыла частный детский сад в Барнаульском микрорайоне Дружный. Сейчас в садике 18 воспитанников две группы от полутора до двух лет и от двух до четырех. Появилась необходимость для открытия еще одного филиала. Родители выстраиваются в очередь. Родителям нравится. Они сравнивают со старшими детками, если они ходят в муниципальный сад. Но у них уже есть сравнение муниципального сада и частного сада. И такие родители очень благодарны нам за такое отношение к их детям, за развитие. И, конечно, хочется работать ради вот этих слов благодарности. На покупку помещения и оборудования понадобились деньги, и Татьяна обратилась в Алтайский фонд микрозаймов. Взяла 3 миллиона рублей на год. Ставка 3%, ровно в два раза меньше, чем в Центробанке. Кстати, в прошлом году фонд увеличил максимальные заемные суммы до 5 миллионов. В течение года мы рассматриваем 300-400 заявок, но минимальный процент отказа 2-3%, не более. Лояльность в плане залогового обеспечения, в плане подходов к оценке службы безопасности предприятия. А вот Эдуарду Стихареву, директору единственной компании по производству пластиковых окон в Заринске, нужны были новые станки для сборки фурнитуры. Тоже пошел в Алтайский фонд микрозаймов. Так, говорит, экономит и деньги, и время. Сложность оформления, то есть товарные остатки. Не каждый банк поедет в Заринск, то есть нужно им показать вот это. Здесь, да, здесь тоже приезжают, здесь тоже смотрят, но более гибче подходят, наверное, так. Банк товарные остатки выгружать, там, один НЕС, там, ну, в общем, куча бумаг с непонятным результатом, совсем непонятным. Есть у фонда микрозаймов и постоянные клиенты. Семь лет уже Елена Майнингер получает материальную поддержку от фонда. Сначала открыла салон красоты и звукозаписывающую студию. А в конце 2019 года запустила новый проект – мини-пекарню с тандыром. Первую в Заринске. Очень тепло приняли открытие нашего тандыра. Тут были огромные очереди, люди терпеливо ждали и возвращались. И до сих пор очень много отзывов у нас лесных. Мы расширяем ассортимент постоянно, и люди идут к нам с благодарностью. Учитывая успехи в 2019 году, из федерального бюджета в Алтайский фонд микрозаймов дополнительно поступило финансирование на 100 миллионов рублей. И сейчас общий портфель составляет почти 678 миллионов рублей. А это значит, что можно будет направить еще больше ресурсов на поддержку предпринимателей региона. Ярослав Улымов, Алексей Шаульский. Новости. Очередное пополнение случилось в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка». У камышовой кошки появились на свет котята. Видео с малышами появилось в инстаграм-аккаунте зоопарка. Напомним, в конце января 2020 года барнаульскому кавышовому коту Айка привезли невесту кошку Жужу. Животное находилось на карантине, но позже оказалось, что Жужа была беременна и 8 марта родила котят. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи в эфирах. Редактор субтитров А.Семкин